Умер Вячеслав Добрынин. Друзья, это спецвыпуск. Сейчас в деталях поговорим о том, что стало причиной его смерти, как он провел последние дни, кто подтвердил эту информацию, ну и кто уже высказался из его коллег по поводу этого печального события. Здесь Сафин. Ну и с чего мы начнем? Во-первых, вас, конечно, интересует вопрос, проверил ли ты, Сафин, эту информацию или нет. Возможно, это очередной фейк, к сожалению. Да, мы живем в мире фейков, но, к сожалению, эта информация подтвердилась. Вот я вижу российская газета, РИА Новости, об этом написали РБК, Лента.ру, ну то есть ведущие российские СМИ подтвердили эту информацию и вот есть уже ссылка на некоторых людей. В общем, во-первых, РИА Новости уже успели связаться с Юрием Антоновым. Он подтвердил эту информацию, но мы знаем, что они долгие годы дружили. Вячеславу Добрынину, в общем, было 78 лет. И вот что сказал Юрий Антонов по этому поводу. Для меня эта новость просто удручающая, я бы сказал, тут неразборчивое слово, но, видимо, переживал. Для меня это очень печальное событие. Я очень сожалею, конечно, что так произошло, что он не справился с этой тяжелой болезнью. Ну и вот то, о чем я говорил, Юрий Антонов был близким другом Вячеслава Добрынина. Они долгие годы дружили. И вот тут пишут, что они знали друг друга более 40 лет. Ну и Антонов считал Добрынина одним из самых выдающихся композиторов-песенников в России. Ну и выразил соболезнования близким артистам. С чего вообще появилась вот эта информация, когда в первый раз Добрынина упомянули за долгое время в связи с его состоянием здоровья в СМИ. Это было на прошлой неделе. Я делал об этом в обзоре. Вот тему я посвятил этому. Писали о том, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве. Давайте пойдем дальше, посмотрим, кто еще эту информацию подтвердил. Вот я вижу певец Лев Лещенко, но тоже старый друг Добрынина, тоже подтвердил эту новость изданию «Известия». Что он сказал по этому поводу? Но вот никакой прямой речи я не вижу. Единственное, я вижу, журналисты уже развивают эту тему. Пишут, что Вячеслав Добрынин в последние годы жизни не выступал. Мы действительно его редко видели на сцене. Но где-то, знаете, вот пик, конечно, давно его активности остался позади. Но он выступал на всяких таких ретро-концертах. Я вот помню, были вот его песни, такую нарезку. Он исполнял такой попури лучших песен. Пишите, друзья, вот комментарии открыты, оставляйте свои соболезнования. Но и вообще свои воспоминания, когда вы в первый раз услышали песни Вячеслава Добрынина, какая была любимой. И вот я вижу, что издание РБК подтвердило факт смерти его супруга Ирина Добрынина. Да. И вот идет отсылка на телеграм-канал Шот. Именно он в конце сентября опубликовал информацию о том, что артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. И вот именно тогда многие начали обсуждать, вспомнили вдруг о Вячеславе Добрынине. И вот директор композитора Сергей Карпов на тот момент никак не подтверждал эту информацию. Действительно, вот как-то вскользь прошло все это. Я как-то успокоился, я подумал. Ну вот в одном из обзоров пожелал ему скорейшего выздоровления. Подумал, что раз нет никаких новостей на эту тему, новых, никакого нагнетания этой темы, то, собственно говоря, все нормально у него. Ну и вот с тех пор никаких новостей не было от него. И вот видите, как все обернулось. Так, давайте посмотрим, что Лента.ру пишет. Ну, они вот тоже подтверждаются ссылкой на супруга артиста Ирину Добрынину. Так. Ну и тут нам напоминают о его хитах. Жмите лайк, друзья, если вы помните их. Не сыпь мне соль на рану. Да, это вот одна из известных его песен. Мне всегда нравился, знаете, его голос. Не сыпь мне соль на рану. Потом я помню казино, казино, казино. Вот прямо закрутили по ящику. Синий туман. Вот мои любимые песни. Не знаю, как там у вас. Синий туман. Вот, опять же, его голос мне всегда нравилось. Вот как вот это. Синий туман. Он затягивает и... Прощай, прощай. А смотрите, я вот не знал, что так много альбомов. Я знал, что их более 25. Но вот пишут, что в его дискографии более 35 альбомов. Представляете? 35 альбомов. Кто может еще похвастаться таким количеством песен? Ну и я вам напомню, друзья, для кого он писал песни. Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко. Аллегрова исполняла его песни. Кадышева, Толкунова. Ну и, конечно, Виа Самоцветы. Веселые ребята. Но это уже поколение помладше не вспомнит. Таких группа земляне. И на самом деле, на самом деле, вот тут такой любопытный момент. Ну, я думаю, те, кто люди постарше, знают об этом. То, что в детстве он вообще-то носил фамилию Антонов. Антонов, да. Ну, а мы уже знали на тот момент Юрия Антонова. Вот когда Вячеслав Добрынин появился. Ну и, собственно говоря, я вот как-то в одном из интервью, по-моему, Юрия Антонова, а может быть, самого Добрынина, слышал о том, что он вынужденно сменил фамилию из-за того, что, ну, уже тогда блистал на сцене Юрий Антонов. Вот, в начале 70-х нам пишут, сменил свою фамилию на Добрынин. Это фамилия дальних родственников. Окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Заниматься начал музыкой в студенческие годы. И вот нам напоминает, что участвовал в записи пластинки с руководителем ансамбля «Веселые ребята». Так, ну, еще что? У него была музыкальная группа «Доктор Шлягер». Вот я, кстати говоря, совсем забыл. Песня «Бабушки-старушки». Бабушки-старушки, действительно. Бабушки-бабушки, вот эта песня. И вообще, кто застал то время? Я-то еще, друзья, родился в 81-м году, поэтому я застал то время, когда радиомаяк вот непрерывно крутили песню «Льется музыка, музыка, музыка» наряду вот с песнями Аллы Пугачева и Хуторянка, Ротару. И я помню еще вот из собственной жизни воспоминания, это был конец 80-х, я с соседями ездил на пруд, вот небольшой, и, в общем, приезжали туда каждые выходные. И я вот помню, там где-то, где-то вот на другом берегу кто-то в своем москвиче врубал песню «Льется музыка». Вот это, знаете, когда воспоминания о детстве, я всегда вспоминаю этот момент. Но еще у меня в тот день крючок вот зацепился вот сюда, там моя соседка Таня вот так удочку закинула, и поэтому и от страха вот запомнился этот момент с песней. И вот, собственно говоря, у меня такие воспоминания, связанные с творчеством Вячеслава Добрынина. Давайте посмотрим, что еще здесь пишут. В 96-м году ему присвоили звание Народного Артиста России. Ну, а если вообще пройти по его биографии, то я вот вижу у него очень много различных премий, различных награждений. Он там становился лауреатом таких конкурсов, как Юрмала, Золотой Орфей, Ялта. И вот, кстати говоря, в 98-м году на площади звезд у концертного зала «Россия» была заложена именная плита Вячеслава Добрынина. Что касается его личной жизни, был он женат дважды. В общем, с первой супругой они прожили в браке 15 лет, а вот с нынешней супругой Ириной, которая уже подтвердила журналистам факт смерти своего супруга, он с 85-го года. Представляете, да? Сколько лет они вместе. Ну, и вот, что касается болезни смерти, перенес три инсульта, и первый случился в 2020 году. Да, собственно говоря, если я вот покопаюсь в своей памяти, могу вспомнить, что начиная, ну, вот с 20-го года мы, в принципе, не видели Вячеслава Добрынина в каких-то крупных концертах. Ну, и первый инсульт случился у него после концерта. Видимо, напряженный график был посвящен их 50-летию творческой деятельности. И изредка, да, вот пишет, он появлялся на публике, скончался в одной из московских больниц. Да. Так, что российская газета пишет? Но здесь вот они публикуют архивные фотографии Вячеслава Добрынина. Зайдите прямо сейчас в мой телеграм-канал, вот по ссылке под этим видео. Я тоже опубликовал серию снимков таких раритетных Вячеслава Добрынина, будет что вспомнить. Я вот сейчас смотрю на некоторые из них, знаете, и вот, ну, конечно, понимаю, что человеку уже, ну, столько лет, но все равно вот не хочется в это верить, потому что, все-таки, знаете, связано детство с этим человеком, часть юности. Ну, и вообще, посмотрите, какой трагический был сентябрь. И вот 1 октября и стало известно вот об этом. Ушел из жизни. Вот за последние недели, о ком мы слышали? Александр Масляков. Ушел из жизни журналист Николай Свонидзе. Затем вот нашумевший новый сын Ирины Понаровской. Только его дел вспоминали Романа Мадянова, замечательного артиста. И вот Вячеслав Добрынин. Мои соболезнования вам, Ирина. Ну и, в общем, печальная новость, друзья. Продолжение следует.